В прямом эфире новости 24 продолжаем выпуск. Ответ скептикам. Новый кафедральный собор на стрелке способен гармонично вписаться в окружающий ландшафт. А трудности при его возведении лишь вопрос мастерства. Об этом сегодня заявили красноярские архитекторы. Первый камень строительства заложат совсем скоро. В православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Подробности у Артёма Мартышова. Рабочие тщательно готовят площадку для постамента. Скоро здесь установят православный крест. Планируется, что по окончанию строительства он будет находиться у входа в Богородице Рождественский кафедральный собор. Вот здесь, возле Вантового моста, на набережной Енисея, будет располагаться новый храм. Это место осветил Патриарх Всеруси Кирилл в прошлом году во время своего визита. А ведь ещё недавно на это место засматривались предприниматели. Хотели построить здесь бизнес-центр. Сейчас работы по возврату этой земли в муниципальную собственность завершаются. И совсем скоро участок передадут епархии. Дальше в дело вступят архитекторы. Им предстоит разработать проект. И ответственность на них возложена более чем серьёзно. Вот сейчас очень важно, чтобы архитекторы мастерски разместили его здесь. Чтобы нам не потерять общественное пространство. Чтобы нам с вами вот этот вот духовный культурный центр разместить таким образом, чтобы он обогатил наш ансамбль стрелки. Всё это при грамотном подходе возможно, говорят эксперты. Более того, специалисты такого уровня, которые справятся с поставленной задачей, в нашем городе есть. А вот настоящего кафедрального собора в миллионном-то городе нет. Покровский на пересечении Сурикова мира не отвечает требованиям, выдвигаемым таким сооружением. И носит звание кафедрального лишь номинально. Бизнесмен Сергей Овчинников рассказывает. Слышал о спорах, которые развернулись вокруг строительства храма, но считает, что многие из них надуманы. Строительство строго начиналось именно со строительства церкви. То есть церковь как раз будет на месте. Плюс место очень красивое, любимое красноярцами. Все любят гулять по этому Вантовому мосту. Церковь украсит это место. Воссоздание святыни на историческом месте поддерживается не только властями, но и горожанами. Поэтому вопрос, что должно быть построено на стрелке, бизнес-центр или кафедральный собор, не заставляет красноярцев слишком долго думать. Храм. Почему? Потому что... Отдухотворяет людей, надежду дает людям. Нет. У нас не так много храмов, а бизнес-центров очень много по всему городу. Наверное, храм, ребята, не хватает. Духовности не хватает в России. Конечно, храм. Почему? Потому что я православный человек. Строительство начнется совсем скоро. Так уже в эту субботу, в большой православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы, будет заложен первый камень будущего кафедрального собора. Артем Артышов, Марат Мухамедшин, 7 канал, Новости 24.